денис приветствую тебя всем привет традиционный для четверга эфир как и всегда обсуждаем рынке по горячим следам заседания федрезерва очень ждал я наш с тобой встречу потому что всегда приятно поговорить с профессионалом именно когда на рынке произошли серьезные движения именно с оглядкой назад было лет прогнозируемо ожидаем и так далее так но это текущая торговая сессия тоже как бы день когда скучать не придется потому что сегодня у нас и банк англии и европейский центральный банк которые проведут свои заседания поэтому денис если не против можем сегодня обратить внимание рассмотреть как раз например евро британскую валюту как бы адаптируем к содержанию экономического календаря ну и можем посмотреть еще на рынок нефти тоже если есть у тебя какие-нибудь дополнительные рекомендации было бы неплохо послушать ну что давай тогда начнем с меня и традиционно у нас такое послевкусие заседание федрезерва ставку как мы прекрасно помним оставили на прежнем уровне уже третье заседание подряд поэтому я думаю что сам факт удержания третье заседание подряд на той же самой отметке это уже явное доказательство того что цикл повышения ставок завершён по поводу риторики паула в ходе вчерашнего торгового дня достаточно посмотреть на индекс доллара частности чтобы было понятно что эта риторика имела ну как минимум какие-то мягкие и нотки которые были на мой взгляд очевидны я рад что хапау был более-менее конкретен своих заявлений потому что в этот раз он назвал нужные вещи своими именами но частности то что ставка достигла уже ограничительного уровня то есть если раньше всегда были формулировки около ограничительного уровня то сейчас подтверждение факта того что ставку уже на этой отметке это значит то что ставку уже на пике и действительно ни один из голосующих членов американского регулятора не допускают либо даже не думают о том что ставка может оказаться еще выше медианный прогноз по ставке на ближайший год на 2024 год предполагает то что она будет на отметке 475 процент ну то есть фактически это означает то что ставку могут снизить на 75 базисных пунктов но все должно начаться как бы с первого решения по снижению ставки который ожидается в марте буквально до вчерашнего заседания федрезерва по данным инструмента федорчтул вероятность снижения ставки в марте была 41 процент сейчас это уже 72 процента и логично да что раз уж паул дал понять что руководство федрезерва обдумывает возможности снижения ключевой процентной ставки трейдеры стали активнее закладываться под вот это возможное скорое изменение индекс доллара 102.75 понятное дело то что при таком фундаменте очень трудно будет евро найти точнее доллару найти какое-то основание для роста но единственное что может быть технические факторы сейчас вступит в игру потому что очень сильно продавили доллар и коррекция с отметки там 102 102 30 она вполне возможно но если говорить о долгосрочных ожиданиях или даже среднесрочных я думаю что мы в итоге пойдем еще ниже и окажемся поближе к отметке 100 ровно пунктов уже в ближайшие торговые недели так что касается рисковых инструментов британская валюта текущей котировки 1 26 20 я рекомендую смело покупать с ожиданиями роста там в районе отметки 1 28 во первых мы уже получили хорошую базу для роста риска в виде слабого доллара во вторых сегодня заседание банка англии очень непростое решение ждет британский регулятор потому что данные по ввп которые вышли вчера подсветили то что британская экономика очень уязвима опять же к текущим непростым условиям в целом в мире ввп снизился в октябре на 0,3 процента прогноз был гораздо лучше причем годовой показатель ввп снизился с одного и трех тоже до 0,3 процента промышленное производство в ауте в прямом смысле и какое решение примет банк англии будет ли он дальше активно бороться с высокопроцентной ставки либо все-таки испугается того что ставку уже оказывает серьезное давление на экономику я придерживаюсь прежней позиции что сейчас самое наверное неправильное решение недальновидное решение от британского регулятора предполагала бы выход из жесткой монетарной политики нет банк в англии лучше еще поддержать ставку на уровне 525 какой-то период времени и может быть даже там на протяжении трех кварталов следующего года поэтому думаю что сегодня вниз после заседания банка англии фунт может показать еще один импульсный рывок и вверх и уже протестировать сопротивление 1 27 европейская валюта идет следом соответственно за индексом доллара но с реверса раз по индексу доллара я отметила возможность потенциал для снижения по евро я почти не сомневаюсь то что мы скоро увидим повторные тесты психологического сопротивления 1 10 сегодня и cb на мой взгляд лишь повторить что инфляция снизилась но пока что еще недостаточно поэтому ставку будет оставаться на прежнем уровне четыре с половиной процента еще какой-то период времени я полагаю что другие регуляторы в отличие от резерву вообще не могут позволить себе сейчас допускать возможность смены вектора текущей монетарной политики фрс может делать все что угодно потому что экономика в третьем квартале как напомню выросла на 5 и 2 процента другие страны даже близко не находится рядом с этими показателями поэтому им приходится много думать а федеризировал на мой взгляд сейчас лучше уже ничего не думать ничего как бы не обдумывать в плане дальнейшего вектора политики просто начать менять политику что ослабит позиционно доллар и поддержит рисковый инструмент частности фондовый рынок я думаю ты за ним следишь вообще уже исторический максимум и при таком настройках сейчас на рынке может быть это еще даже не предел и и рынок нефти дениса 74 90 текущей котировки я жду 70 долларов за бар я прям очень рассчитывал на то что мы вчера уйдем к этому уровню но чуть-чуть не дотянули там по сути 72 доллара у нас был качестве минимума но еще не вечер завтра выйдут данные по китаю по промышленному производству рыночной продажи я пока что не верю в рост китайской экономики и жду что данные будут дальше топить в частности данные сырьевой актива уж точно поэтому медвежий потенциал еще не исчерпан рыночный ассентимент также указывает на то что примерно диапазоне от 70 до 80 процентов зависимости от бренда либо WTI который рассматривает вот 75-80 процентов трейдеров по то есть толпа сейчас находится длинных позициях мы знаем что в этом случае рынок должен идти против толпы так где нет слова передаю тебе момент так отлично значит я в целом согласен с тем что да буду добивать хочу сразу несколько сделать ремарок дело в том что вот этот рост по евро и следовательно падение доллара я ждал после до боя то есть у меня лично буквально тут сколько двадцать пять пунктов даже там чуть меньше двадцать три пункта не дошли до вот этой вот зоны это очень сильный диапазон был с точки зрения опционов его просто заливали там как как ни в себя он он реально очень сильный отсюда как раз движение на перехай то есть в район один десять но к сожалению вот немного нет не дотянули все таки них не хватило силеных дойти ниже вот и фактически в текущий стрельнули вверх по поводу сегодняшнего ну понятно что гадать как бы не хочется видно только лишь что сейчас цена зашла в область сопротивления то есть у нас по неделькам по контрольной марже у нас такая вот область сопротивления сделано и если отсюда дадут откат то в идеале конечно где-то в районе 1 0 8 30 хотелось бы купить но это опять-таки если дадут откат потому что неизвестно будет он не будет могут там например немножко подогреваться из текущих пойти вверх но вверху например вот заливки по опционам тоже видны выше 110 я бы сказал да это даже диапазон 11 10 111 и с основным упором в районе один десять с половиной поэтому да я разделяю то что сейчас уже вверх добьют потому что видно что вниз уже здесь добивать не будут вот насколько смогли на столько вниз дошли и дальнейшее движение вверх у нас в приоритете единственно просто для входа ну с текущей понятно опасно потому что я себе могут и коррекцию сделать могут и в обе стороны распилить а потом уже на пресс-конференции пойти в нужную сторону поэтому я да за добавь вверх там где-то один десять с половиной и там уже будем смотреть как дальше потому что пока что выше там особо ничего не закладывают серьезного так что до конца года да я думаю вполне сходят по фунту здесь у меня чуть-чуть по-другому получается дело в том что достаточно сильный дел у нас были сделаны заливки в области сопротивления звонки 126 55 127 10 и в этом диапазоне у нас по маже по опционам этой локально по технике тоже есть достаточно сильный уровень поэтому я буду смотреть на только куда дадут отсюда реакцию то есть да хочется увидеть добой чуть повыше то есть приблизительно в эту область потом уже реакцию вниз а после этого я уже буду принимать решение потому что вверху я вообще не вижу никаких ожиданий на рост вот вот в чем дело внизу с точки зрения падения там и в том числе и хедж да здесь здесь видно ну а вообще в целом даже если смотреть на конструкцию то у нас достаточно узкий диапазон загнали поэтому мне не очень скажем так нравится торговая ситуация по фунту потому что с одной стороны сопротивление сильное уже очень близко с другой стороны область накопления с которой вышли изначально вниз и протолкнули вверх она тоже очень близко в районе вот 1 25 60 там плюс минус 20 пунктов изначально я ждал как раз добой вот в эту зонку на поддержке это достаточно сильная область точки зрения маржи опять-таки опционов и по технике так даже локальный уровень поддержки здесь был сформирован но опять-таки какие случаи с евро к сожалению не дошли и прямо перед ставкой здесь залита была блочная конструкция подразумевающая рост то есть защиту защиту низов вот поэтому выстрел вверх здесь более-менее нормально укладывается в этот план но в то же самое время верху здесь ожидали вот в этом диапазоне так что думаю добой коррекция дальше уже будем уточнить пока здесь не хочу наперед говорить так и по поводу нефти я с тобой согласен дело в том что по нефти у нас да сейчас локальный оскок пытается сформировать у меня нефть марки в этой и основная самая сильная поддержка находится в районе уровня 65 долларов за баррель на фактически сейчас вот локальный рост который делают он гораздо больше похож на коррекционы потому что каких-то сильных откупных объемов какого-то усилия покупателя здесь практически не было приложено в чем проблемка поэтому думаю может там получится где-то до 71 до толка то есть в ту область которой сделали проталкивание вниз потом домой а только после этого уже такой хороший разворот вверх если посмотреть на стратегический уровень у нас получается самый ближайший находится в районе там 66 7 ну в общем 67 даже можно так округлить а более сильный уже вот прям стратегически мощный он находится в районе 64 65 то есть вот этот диапазон он очень сильный с точки зрения поддержки причем мы видим как цена падала еще в двадцать втором году во второй его половине и откуда конкретно был рост сделан вот до конца сентября текущего года поэтому ощущение что ты именно к этим уровням стремятся но вот по опционам здесь тоже очень сильный хедж заливать поэтому если придет нефть марки в этой в районе в районе в район приблизительно 64 65 то там можно покупать причем с очень хорошими дальними целями сейчас текущих это крайне опасно поэтому в районе 1 2 маржи и предыдущего накопления я бы все-таки рассматривал как минимум локальные продажи на обновление минимума так где нет спасибо тебе за рекомендации ну что пока что у нас тенденции с тобой ожидать направлений совпадают дело осталось за малым за рынком чтобы он в итоге пришел к тем уровнем которые были обозначены я думаю что сейчас прям на мой взгляд рынка предсказуем и идеален в плане отработки тех сценариев которые были обозначены поэтому я лично прям не сомневаюсь то что в следующий четверг мы с тобой будем говорить о тех целевых ориентирах которые поставлены большая часть из которых уже будет достигнута еще раз сегодня заседание банка англии европейского центрального банка поэтому ждем волатильность контролируем риски как и всегда денис ну а тебе огромное спасибо опять же что подключился обсудил рынке со мной тоже классного закрытия недели ну и по традиции классных выходных спасибо тебе тоже отличный выходных и успешного закрытия недели и также нашим подписчикам пока пока пока